Эта серия видео посвящена программам антистарения организма. Они в каждом из нас, эти четыре основные программы. Сейчас расскажу вкратце о второй программе. Эту вторую программу можно назвать условно-двигательной программой. Эта программа связана с тем, что человек должен двигаться. Должен двигаться, и тогда процессы циркуляции идут по всему телу, и организм омолаживается изнутри. Когда мы блокируем вот эти программы движения, как мы их блокируем? Например, вот хочется пойти куда-то, олень, да, например. Не то, что ты действительно устал, или какие-то есть такие обоснования, а просто, ну, выбираешь, да, на любой развилке ты выбираешь посидеть или прилечь, а не пойти погулять. Понятный пример, да? Многие люди отказывают себе в упражнениях. То есть они считают, что упражнение – это для молодых людей. Все, как только ты так считаешь, как только ты так решил, вот эта вот программа антистарения двигательного такого плана в тебе начинает блокироваться. Тобой. К чему это приводит? Приводит к очень раннему старению, к угасанию нашей двигательной активности. Примеры приводить не надо. Ученые называют эту тему гиподинамией. Но это скорее, понимаете, да, и говорят, что это заболевание. Ну, и многие люди как бы говорят, а, да, да, я же болею, у меня же болезнь. Называется гиподинамия. Да, то есть вот здесь, в этой программе, очень много самооправдания. Самооправдание – это когда человек ищет все, что угодно, кроме правды. Ищите правду в любом действии, в любом своем выборе. Выбор за вами. Выбор за вами. Кстати, за вами выбор смотреть эту серию или дальше. Дальше я разберу третью и четвертую программы антистарения нашего организма, которые доступны всем. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok